Мы семья Петрик и в нашей семье четверо детей. Три сына и дочка. Лапочка, дочка, которая родилась недавно, обрадовала нас. Я с молодости хотел, чтобы у меня было много детей. Трое или четверо. Так получилось, что супруга тоже об этом мечтала. Я – да. Дело в том, что я в семье одна, я всегда хотела, чтобы у меня была большая семья. Четверо я, конечно, не планировала, но двое, трое где-то в подсознании, возможно, было. Когда я четвертым забеременела, я очень долго никому не говорила, что я жду четвертого, потому что я боялась осуждения. А осуждение, оно и есть. Оно в глазах у всех. Да зачем им? Да куда им? Да что с ним делать? Солить, что ли? Психологически пока для себя не проработало, что мне пофиг, что они скажут, скажем так. Тогда только я уже стала, что у меня был четвертый. Познакомились на улице. Причем я никогда в жизни на улице не знакомилась. Я считала, что это вообще нельзя так познакомиться на улице и потом прожить всю жизнь вместе или вообще даже начать встречаться что-то серьезное. Классный вечер, представляете, весна, апрель. С другом мы пошли к речному вокзалу, и она проходила мимо, переглянулись. И в итоге я сказал другу, наверное, надо ее догнать и познакомиться. Прошли мимо, я ждал подругу, говорю, вот и весна на мужиков действует. Я посмотрела, он, говорю, аж встал, рот открыл и стоит. Ну, я ее встретил и почувствовал, что это моя вторая половинка, что я готов с ней жить. Когда мы дружили, он стал мне знакомить с родителем, повез к себе в деревню, знакомить с папой, с мамой. Когда я увидела отношения, какие в семье, я тогда еще помню, я подумала, я хочу так же. Я хочу, чтобы у меня было так же. Как там папа с мамой Полинки сдувает, называет ее Петричка моя, там Зинулечка. Я такого никогда не видела. Он просто показал мне, как можно быть счастливой. Он умеет любить. Я стала, наверное, какая-то более, не знаю, мне кажется, раньше была очень стервозная. А с ним я стала очень добрая, мягкая. Чуть я такая злюсь, хожу, вот дома он. Солнышко. Обнимет меня. Улыбнись. Какой улыбнись? Ну, улыбнись. Улыбнешься. И правда лучше. Чего? 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 В семье одни и те же проблемы, в принципе, существовали всегда. Главное просто отношение к этим проблемам. Работать надо, когда тебе не хватает каких-то вещей в жизни. Все это временно и все это преодолимо. В наше время все хотят все и сразу. Курочка по зернышку клюет потихонечку и накопите свое благосостояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова